Синдром хронической усталости Поэтому мы с вами сегодня начнем обсуждение этого вопроса непосредственно с понятия, что такое синдром хронической усталости. Вот вы видите довольно оперативные картинки. В основном синдром хронической усталости страдают люди различные совершенно пола и возраста, но в основном молодежь, которая не умеет отдыхать после определенной выполненной работы. Поэтому мне бы хотелось сразу привлечь ваше внимание, что в основном синдром хронической усталости страдают в основном люди в цивилизованных странах. И эта болезнь цивилизации, она собственно и привлекла внимание для молодых людей. И это заболевание, оно в основном является стильной деятельности, скажем так, невропатологов, потому что синдром хронической усталости, как все на этой картинке, сохраняется именно в период интенсивной работы, без периода активного отдыха. И какие-то признаки, возникшие впервые у человека после ночного сна, первое время, например, отдыха, акции проходят. С возрастом, однако, эти клинические симптомы усталости накапливаются. И в основном большинство инвропатологов считает, что возникновение симптома хронической усталости связано с развитием именно, я бы сказала, перевозбуждения корковых центров. При том, что подкорковые центры, которые руководят отдыхом человека, расслаблением его, они практически не получают такого отключения, как вот мы, если бы говорили, уподобляя некоторую часть вегетативной нервной системы, центральной нервной системы, подобной электрическим проводам. Поэтому часть регуляторных центров вегетативной нервной системы перевозбуждается. В основном это симпатический, активный отдел вегетативной нервной системы. И вот такой вот дисбаланс включения-выключения, возбуждения центров вегетативной и центральной нервной системы как раз и нарушает нормальное функционирование комплекса, который и руководит функциями всех внутренних органов. До конца, в результате такого перевозбуждения, наши, естественно, тормозные центры в конце концов берут вверх. И человек, длительно, активно трудившийся, как ему казалось бы, на следующий день уже не может поднять голову от подушки и чувствует неимоверную усталость, потому что парасимпатический отдел нервной системы и центры расслабляющие, то есть так называемые тормозные процессы, начинают преобладать над активными, бодрыми процессами. Это очень характерно, кстати, именно для людей до 40 лет, потому что у них еще становление коррегирующей, централизующей, руководящей такой зоны центральной нервной системы с периферическими отделами, они несколько страдают. Но тем не менее синдром хронической усталости страдает и современные бизнесмены. Что может провоцировать хроническую усталость? Это, конечно, несбалансированный эмоциональный фон, когда человек, в общем, это тоже следствие хронической усталости, это ситуация замкнутого круга, тормозные процессы начинают вызывать деление депрессии отрицательных эмоций. В свою очередь, несбалансированный эмоциональный фон вызывает, соответственно, синдром хронической усталости. Очень характерна для синдрома хронической усталости еще такая вещь, как интеллектуальная нагрузка, ущерб физической деятельности. То есть чаще всего она возникает когда? Когда люди в основном ведут сидячий образ жизни, располагаются около телевизора, предпочитают увеселение, вредные привычки в том числе, такие как, не буду говорить об алкоголизме, курение, кстати, более вызывает склонность человека к хронической усталости. Ну и, естественно, любители ночного веселения, ночного образа жизни, сидящие за экраном компьютера в любое время, они тоже страдают от этого синдрома. Как вы видите, в общем, жители крупных городов, вот как видно на этой картинке, как раз это основной контингент невротики, депрессии. Люди, которые без конца глотают таблетки страдающие, у нас теперь антидепрессанты даже стали продавать без рецепта. Поэтому, конечно, основная группа риска – это жители мегаполисов. Независимо от места проживания, группу риска составляют, естественно, бизнесмены, предприниматели, люди с повышенной ответственностью. В основном сейчас, кроме крупных руководителей и заместителей, это еще и бухгалтерские работники, которые в своей потовой деятельности несут очень большую эмоциональную нагрузку и ответственность. Предосполагающими факторами, ну это ясно совершенно, что к синдрому хронической усталости часто полагают и загазованный воздух в крупных городах, так называемые, ксины, нагрузка тяжелыми металлами воздуха. Даже самые огленные подмосковные снежные области в воздухе содержат очень часто выхлопные газы и потус углерода, которые, соответственно, вызывают этот самый синдром. Люди чувствуют себя больными, даже выезжая уже на свежий воздух. Часто это тот анекдот, когда где-то принять выхлоп на трубе и получить хороший повод. Но так, к сожалению, не бывает. Именно загрязненная атмосфера, она способствует явлению неболезни и нездоровья, что, собственно, составляет и смысл синдромической усталости. И, конечно, паразитарная теория наиболее таким, что называется, тяжелым процессом, который сопутствует и провоцирует формирование, и поддерживает формирование этого синдрома, является вирусная, так называемая группа медленных вирусов, которые поражают и нервную систему, и паразитируют их непосредственно в нервной системе, возле нарушения ее деятельности и различные симптомы именно данного синдрома хронической усталости. Прежде всего, это, конечно, вирусы герпеса и вирус паталоматоза. Они как раз являются самыми частыми провоцирующими триггерными механизмами, как сейчас можно говорить, различного заболевания, в том числе и это чисто неврологическое хроническое строение под названием синдрома хронической усталости. Учтите, пожалуйста, эти два момента, когда мы будем составлять, говорить о программе против синдрома хронической усталости, в том числе и депрессии, кстати, и хотела еще привлечь ваше внимание, что данная программа именно биорезусная будет активно в отношении и таких вещей, как депрессия и нарушение биорезусной деятельности человеческого организма. Обязательно добавьте программы, даже если вы будете выполнять неполношую программу частично на первом этапе, обязательно добавьте очищающие программы, очищение от токсинов и тяжелых металлов. Такие программы есть и в ДНТ, и в Биомедисе. И, конечно, противогерпетические и противовирусные программы против вируса паталоматоза. То есть вот это строго обязательные компоненты наших программ. В дальнейшем, конечно, синдром хронической усталости превращается уже в хроническое классическое заболевание, которое, в общем-то, течет так, как текут все основные хронические заболевания. Периоды обострений, периоды неких ремиссий, но полного улучшения самочувствия человека никогда не наступало. Какие симптомы мы можем вделить в данном сентябре? Наконец, вот мы дошли в душе данного процесса. Это периоды апатии, такой вот слабости, депрессии, которые беспричинно часто внезапно сменяются приступами, мнева, агрессией и даже периодами потери возможности продолжать работу, только когда человек просто уже не помнит, чем он занимается, и просто засыпает за работой. Ему часто синдром хронической усталости называют синдромом постфирусной остеяния, иммунной дисфонии, фибромиологии. Вот последнее название фибромиологии, оно не принято в нашей терминологии. Это когда приходит к доктору некий молодой человек и говорит, что это все болит, ничего не помогает. Вот это самая ситуация. Боли в мышцах, кожи, с повышением непонятной подъема температуры, вообще эмоциональная, сопровождающаяся эмоциональная дисфункция, что навести вас на мысль о том, что это не просто беспричинное. Вот вы отдохнуете, поспите, дама лежит, спит с чашкой кофе. Кофе часто и применение допинговых, кстати, препаратов или программ в данной ситуации бессмысленно. Либо мы восполняем баланс, возникший между активностью и депрессией, хорошим и плохим настроением, то есть баланс между вегетативной нервной системой, либо мы отказываемся вообще работать в этом плане. Что скажет невропатолог? А вам надо попить вот успокаивающие препараты, снотворные. Между тем, проблему это не решает, а наоборот только ухудшает, так как углубляет имеющиеся дисбалансы. Заболевание синдрома хронической усталости, в том числе и алгей, как иногда его еще называют американцы, было впервые зарегистрировано как именно зоологическая форма в 1984 году в штате Нью-Ада. Это приобрело практически характер эпидемии. И вот тогда впервые появилось подозрение, что синдром хронической усталости, поскольку это имело место такое спорадическое распространение заболевания от человека к человеку, оно, в общем-то, позволило выявить в тот период именно наличие вируса Эпштейн-Бара. И данный вирус, так же, как и остальные вирусы, является, в общем-то, родственником вируса Герпеса. В нашей стране синдром хронической усталости, по статистике наших медиков, страдает каждый третий молодой человек, даже не считая это заболеванием. Наибольшей группой риска считается, что наиболее работоспособный возраст нашего населения, это в возрасте от 18 до 45 лет. Да, в общем-то, очень часто многие люди, достигшие возраста 45 лет и более, считают, что у них началась гормональная перестройка, ведущая к разрушению организма, а между тем, это состояние может иметь и вирусную этиологию, и в лице синдрома хронической усталости, а не, скажем, климаксом или старостью надвигающейся. А то последнее время появились статьи, что наша современная молодежь по своим заболеваниям и спектру заболеваний очень неплохо обогоняет стариков, и лиц так называемого климактерического периода. И вот, наконец, то, что сейчас является наиболее полным, наиболее информационным для того, чтобы установить не только этиологию, даже это само собой, но и несобутывающие паразитарные компоненты, которые вызывают данный синдром. Это, как я уже говорила, вирус Эпштейн-Бар, цитомигаловирус, вирус герпеса шестого типа, вирус коксаки, гепатит С, энтеровирус, ретровирус. Это все вирусы, которые склонны к персистированию, к ближайшему проживанию в нашем организме. В первое время они под маской обычного ОРЗ посещают своего хозяина. И если проанализировать клиническую симптоматику со стороны самочувствия, нарушения функций внутренних органов, связанных с иннервацией вегетативной нервной системы, то вы увидите, что, в общем-то, именно на высоте такого гриппоподобного вирусного заболевания вы можете благополучно получить информацию о наличии пациента с синдромом хронической усталости. Поэтому именно идентификация вируса, хоть это и невозможно, считают большинство инфекционистов, оно могло бы быть, так сказать, принципиальным. Поскольку мы с вами занимаемся именно биорезонансной терапией, то, конечно, мы используем в своей программе именно противогерпетическую комплексную программу, что позволяет больше, шире, глубже избавиться от первопричины синдрома хронической усталости, то есть группы хронических герпетических инфекций. При синдроме хронической усталости, как мы знаем, естественно страдают и все системы нашего организма. И прежде всего это именно иммунологическое, иммунодефицитное состояние. Это не СПИД, это не ВИЧ, это не иммунодефицит, благоприобретенный, как говорят врачи. Это четко, совершенно снижение количества барьерных клеток и барьерных систем нашего организма. Это снижение иммуноглобуинов. То есть в переводе на нормальный систем человеческий язык – это падение способности защищаться от слизистыми оболочками от проникновения самых банальных вирусов. Снижается количество лимфоцитов в крови. Это естественные киллеры, которые защищают нас не только от инфекции, но и от опухолевого процесса. Что самое неприятное, это то, что в процессе страдания человека с синхромом хронической усталости может даже наблюдаться изменение генотипа, то есть мутация ДНК вирусов непосредственно и клеток нервной системы. И поэтому люди, которые пренебрегают лечением противовирусными препаратами, противовирусными программами биорезонансного, класса такие, какие мы располагаемые с вами, они рискуют сдвинуть свой организм в настоящий иммунодефицит и приблизиться к опухолевому процессу. Естественно, синдром хронической усталости является прежде всего неврологическим страданием. И вот мы уже с вами говорили о том, что да, вирусы несомненно принимают активное участие в развитии поддержания нашего состояния синдрома хронической усталости, но очень много этим вопросом занимаются психиатры. Они считают, что синдром хронической усталости является преддверием больших, или, как пишут психиатры, органических депрессий, когда это уже на грани не просто с неврологической симптоматикой, а именно с психиатрической точки зрения. Это выглядит как уже заболевание психиатрического дисфункции именно интеллектуальной и мыслительной деятельности человека. И именно психиатры доказали, что под непосредственно формированием синдрома хронической усталости скрывается и биохимическое, естественно, изменений в крови защитных механизмов с так называемым уровнем л-карнитина. Л-карнитин знаком вам именно как препарат, улучшающий мозговую деятельность, то есть мелотропное вещество. Но в процессе синдрома хронической усталости синтез этого вещества значительно уменьшается. И именно вот этот процесс тоже провоцирует значительное падение работоспособности и ухудшение самочувствия и прогрессирование самого заболевания у человека. Многие исследователи считают, что симптомы и проявления синдрома хронической усталости, в том числе вот эти фибромиологии указаны здесь, помимо вирусов, здесь принимает участие и нарушение самого уже клеточного метаболизма, то есть токсический шлаковый процесс доходит до того, что собственно токсины начинают накапливаться непосредственно в самих клетках. И углубляя нарушение клеточного обмена, клеточного дыхания, эти токсины приводят к нарушению обмена веществ. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что программа очищения, мы обязательно эту программу еще раз обсудим, у нас есть программа, которая будет посвящена и молодежи, но те, кто за 40, тоже могут нисколько не стесняться, а спокойно совершенно использовать эти программы, потому что разговор пойдет об очищении организма, восстановлении работоспособности, а здоровье оно не вредит ни в каком возрасте. Согласитесь, молодой человек не знает, что он умолен, а тот человек, которому за 40, знает, что он умолен, хочет выздороветь, естественно. Но без выполнения системного очищения, системного восстановления нашего организма такого улучшения добиться невозможно. Поэтому еще одна дисфункция, естественно, будет следствием нарушениям клеточного обмена. Это так называемый ацидоз, который приводит к накоплению в крови молочной кислоты, резкому падению клеточного дыхания. Вот вы видите, тут упоминаются, которые выполняют роль легких в каждой клетке. Поэтому синдром хронической усталости, он, конечно, в любом периоде нашего возраста настоящая ловушка и преддверие для хронических дальнейших заболеваний, которые наслаиваются на этот синдром. Но в том числе, чаще всего, это ловушка для молодого организма, который еще развивается, растет и созревает. Люди 25 лет считают, что они уже выросли. На самом деле, формирование большинства систем заканчивается годами к 30 и к 35. А после этого начинается фаза обратного развития. Помните об этом. Поэтому, когда вы будете говорить со своими детьми, внуками, у всех разные по возрасту молодые люди, надо иметь в виду, что если запустить, что называется, не только симптоматику, но и по времени это опасное заболевание, здесь, в общем, процесс стареяния молодого организма и возникновение серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы, инфарктов, инфарктов, это, в общем, не загорание. Действительно, вот что создает, что ближе нам к практике, для понимания, для подбора дальнейшей тактики. Вот с точки зрения физиологии, усталость наступает уже после того, как именно в тканях, клетках исчерпывают энергетические ресурсы и запасы. Накапливаются токсины, паразиты, практически на них сходит энергопотенциал человеческого организма. Мы знаем, что носителями энергии являются так называемые АТФ. Это аминозитрифосфорная кислота, которая находится в митохондриях и непосредственно отвечает за энергопотенциал, за возрождение запасов энергии в наших клетках, за процессы обмена веществ непосредственно в клетках, за окисление глюколы, за дыхание. И при синдроме хронической усталости дефицит энергии наступает именно следом за развитием первых клинических симптомов. Он развивается именно как энергодефицит, который, в общем-то, очень характерен для недостатка именно этого энергетического субстрата, такой как АТФ. Поэтому мы часто говорим о том, что да, митохондрия часто уничтожается, вирусами и токсинами. Да, мы говорим о том, что падает уровень энергозапасов наших митохондрий. Но, тем не менее, мы должны четко себе представлять, что действительно, вот L-карнитин, о которых мы с вами говорили, что у нас в руках, и, конечно, не волшебная палочка, об этом никто не может говорить, но, тем не менее, у нас есть программы, которые позволяют ликвидировать даже на некоторое время, что называется, не вылечившие сам синдром хронической усталости, не убравшие пока еще очень упорное прогрессирование вируса герпеса, он позволяет наш аппарат, любой, хоть дельта, хоть универсал, сделать вещь, которую, в общем, часто пользуются обычные медики. Они просто облегчают состояние организма, перекладывают на некоторые препараты, медицинские в том числе, а мы на чисто биоэнергетические программы восстановления жизненной и биологической энергии, можем на время переложить нагрузку. Пока действуют эти программы, человеческий организм перестраивается, и энергетика человеческого организма будет получено восстанавливаться. Поэтому не забывайте, эти программы, они не только имеют личное значение, это и компенсаторно. То есть вы как бы даете организму еще невыздоровшему некоторую фору и обещаете ему улучшение состояния. Поэтому вот эти программы, они, конечно, именно чисто биорезонансные, биоэнергетические, они позволяют справиться с данным элементом недуга. Конечно, это красивое выражение такое, что вот синдром хронической усталости создает метаэнергетическую дыру. Но помимо этого существует и чистейшая воды и клиническая симптоматика. Конечно, если обычная усталость в отпуске проходит за неделю, то это не заболевание. А вот признаком синдрома хронической усталости как заболевания – это состояние непреходящего, совершеннейшего изнеможения, когда люди, буквально как глубокие старики, устанут от любых усилий. Появляются головные, стойкие мышечные боли, судорожное сокращение этих мышц, одышка, нарушение постоянного холода, или иногда, наоборот, прилив, тошнота, как симптом, сопровождающий раздражение коры головного мозга, расстройство сна. Естественная реакция со стороны лимфатического аппарата. И мы уже говорили с вами о герметической и другой вирусной теологии данного процесса. Естественная токсическая нагрузка приводит к тому, что увеличиваются в размерах лимфатические узлы человека, они перестают выполнять свою иммунную функцию, перегружаются токсинами различными, возникают различного рода аллергические реакции, необычная чувствительность к определенным видам продуктов, свету, звукам, запахам и даже прикосновениям. Люди, давно и тяжело страдающие этим синдромам, иногда доходят до того, что у них формируются даже такие непонятные для врачей состояния, как внезапные обморки, потери сознания. Это особенно опасно в крупных городах, как вы понимаете, в общественном транспорте, когда никто может не подойти, и человек просто потерял сознание по причине вот такой перегрузки. А за рулем, если возникнет такая ситуация, я не завидую соседям такого водителя, у которого внезапно состоялся эпизод потери сознания. Поэтому надо работать в этом отношении, особенно у молодежи, которые, в общем-то, редко пользуются митрополитеном или общественным транспортом, но очень часто непосредственно находятся за рулем управления таким опасным средством, как автомобиль. Поэтому помните об этом тоже. И, конечно, особенно женщинам надо обратить внимание, это в основном женская проблема, это депрессия. Часто мы принимаем это за плохое настроение, эпизоды вот такие, скажем, жизнь плоха. Да, она плоха, она, конечно, не очень хорошая, никто не говорит, она трудна. Но, тем не менее, не отчаивайтесь, не надо принимать это за необратимые психиатрические нарушения, уж тем более под таблетки, надо воспользоваться нашей сегодняшней программой. Потому что это, конечно, не депрессия и не апатия, это просто клинические симптомы вот такого простого состояния, как синдром хронической усталости. Что можно посоветовать, так сказать, из простых бытовых таких вот вещей для человека, страдающего синдромом хронической усталости. Это, конечно, отдых, который нужно обязательно давать тебе, неважно, когда это происходит. Обязательно нужно отдохнуть до планирующейся большой, тяжелой работы, как физической, так и умственной. После работы нужно давать тебе отдохнуть, виспаться. Следует избегать стрессов. Ну, естественно, наша программа направлена и на профилактику формирования вот таких стрессов. Поэтому любое пребывание на природе, успокаивающая музыка, звуки природы, они предполагают именно ликвидацию вот такого вот синдрома хронической усталости и являются признаком профилактики, методом профилактики данного конкретного состояния. И, наконец, вот такой вывод, о котором я вам уже говорила. И, естественно, это напрашивается по материалам нашего сегодняшнего семинара. Используйте аппараты компании Биомедис для профилактики и лечения любого подозрительного состояния, которое напоминает вам синдром хронической усталости. Мы позвольте вам, как всегда, показать программы, которые мы используем и рекомендуем использовать для коррекции синдрома хронической усталости. Прежде всего, конечно, как всегда уже традиционно сложилась у нас, это программа коррекции синдрома хронической усталости. Вы видите, для владельцев аппарата Биомедис Дельта. Общий курс, хотя и небольшой, месяц, но я вам советую, точно так же, как в тактике профилактики и лечения самого синдрома, все-таки воспользоваться советом повторить этот программный цикл после двухнедельного перерыва. Обычно вот такие двухмесячные с двухнедельным перерывом циклы мы делаем два раза в год. Еще раз повторяю, весной и осенью. Кто-то скажет, что зимой да, может быть кому-то понадобится и такой же цикл в период осенней тяжелой депрессии и усталости, когда, скажем так, укорочение светового дня приводит к ухудшению общего состояния. Это не депрессия сезонная, это обычный синдром хронической усталости. Ну и программа, как всегда, для Биомедис Универсал, она побольше. Здесь у нас 4 этапа по 15 дней. Так, прошу прощения. 4 этапа по 15 дней как раз получается двухмесячный цикл, так же, как в предыдущем. И здесь повторить можно и после двухнедельного перерыва, и после недельного перерыва. смотрите по тому, как себя чувствуете. Вот я, собственно, то, что я вам хотела сказать. Жду ваших вопросов. Пожалуйста, задавайте, если у вас есть какие-то вопросы. Так, ну, видимо, либо у нас, у слушателей, все понятно, либо, так сказать, никаких выводов из сказанного вы не сделали. Сейчас мы посмотрим. Чуть-чуть меньше опустимся, может быть. Если у вас работа по сменному графику, вот я отвечу вначале на этот вопрос, то, естественно, лучше выполнять программы именно в ночные часы, когда вы непосредственно находитесь на работе. Насколько техногенные, да, электромагнитные поля техногенные используются врачами в качестве указания как причины на синдром хронической усталости. Можно использовать эту программу, да, назвать ее можно так в качестве преодоления причин, скажем так, техногенных электромагнитных изучений. Конечно. Слышно было неплохо, в конце концов, все-таки мы с вами наладили, насколько я понимаю, потихонечку. Ну что ж, я тогда благодарю вас за внимание в следующий. Да, в следующий раз мы с вами встретимся, естественно, через неделю. Тема будет указана, как всегда, на сайте. Мы начинаем тему, которая касается, вот это первая тема, так называемой молодежной тематики, то есть она касается непосредственно каждого человека. Я не хочу сказать, что те программы, о которых мы будем говорить, они будут касаться только тех, кому до 30. Просто хотим привлечь внимание, что если молодой человек не пошел к доктору, то он здоров. Все, спасибо за внимание. До свидания.